Рада всех приветствовать на моем канале. Сегодня мое видео обращение к тем, кто хорошо знаком с такими орхидеями, как котлеи, с легкостью их зацветает. Расскажите мне, пожалуйста, о том, как их нужно поливать, чтобы они зацвели. Как их нужно поливать, когда у них растут только лишь корни. Как их нужно поливать, когда у них растут и корни, и бульбы, новые росты. Я имела ввиду, как их поливать нужно, когда они, допустим, затормозились, не растут у них новые росты. То есть наполовину вырастил и тормознул в росте. Что нужно делать, чтобы зацвести котлею? На каком этапе? Потому что в интернете я читала много информации с такими схемами про сушками. Мы чуть ли не досконально 2-3 дня сушим, потом 5 дней сушим. И я не хочу верить, что настолько сложно зацвести котлею, честно говоря. Я понимаю устраивать про сушки, но не до такой степени досконально. В количестве дней, сегодня 5, завтра 3. Делаешь не 3, а 5. Она у тебя не зацветет. В прошлом году, как вообще обстояли дела? Эта котлея растила активно корни. После пересадки, она ко мне приехала в июле прошлого года. Название этой котлеи вот такое. Что хочу сказать. Корни у нее сейчас прорастают везде, где только можно. Некоторые вот так тянутся вверх. Возможно, ей местами бывало сыровато. Не знаю. Но про сушки я ей в любом случае устраиваю. У нее 4 новых роста. Раз, два, три. И в глубине у нее есть еще 4 ростик. Вон он. Сложно сказать. По-моему, сейчас еще она пока что растет. У меня вопрос такой. Как мне ее нужно поливать? Вот, допустим, раз в неделю я ее поливаю сейчас. Мне так ее и нужно поливать. Несомненно, я хочу, чтобы она зацвела. Потому что в прошлом году она тоже выпустила 4 новых роста. Но так и не процвела. Хочу отметить следующее. Что после полива орхидейка чуть-чуть напитывает бульбы. Но все равно они остаются сморщенными. Хотя корней у нее довольно много. Вот, хотела спросить, нормально ли это. Видите, вот самые последние молодые бульбочки. Они тоже такие вот сморщенные. После полива чуть-чуть напьются. Но все равно морщинки останутся. Поливаю я ее замачиванием на непродолжительный промежуток времени. Перейдем к другой котлее. У нее здесь прищепка, потому что корешок стал расти где-то в воздух. Я его направила в горшочек. Эта орхидейка котлея находится сейчас в росте. У нее растут корни. Корней у нее, так знаете сказать, средний. Новый рост, конечно, постарался. Дал много корешков. В прошлом году вырос у нее вот этот ростик. Низенький, значительно меньше предыдущих. С этими вот тремя ростиками она ко мне приехала. Приехала она ко мне в сентябре 2015 года. Очень долго, буквально год она у меня вообще стояла без движений. Потом вот вырастила вот этот новый рост. Причем я ее помещала на северное окно. Устраивала такой стресс, знаете, без освещения. После этого она выпускала новый рост. Думаю, что в этот раз я сделаю то же самое. На данный момент ростов новых нет. Вот здесь немножечко проклевывается, но никак не начнет расти. То есть на данный момент орхидейка растет только корешки. Вот и скажите мне, пожалуйста, в комментариях. Я очень буду рада прочитать, что мне с ней делать. Как мне ее поливать. Когда орхидейка растет только корешки, котлея в частности, будем говорить о ней. Как ее поливать. Это считается периодом роста. Так же, как когда растут у нее и новые ростики. Я уже совсем запуталась, честно сказать, с этими поливами. Не могу понять. Хочу, конечно, безусловно, чтобы она зацвела у меня. Что мне нужно с ней делать. Также у нее на солнышке вот так сворачиваются листики. То есть на нее прямое солнце не припекает. У нее окошки закрыты. Но от тепла они вот так сморщиваются. Если убрать ее на северное окно, они вот так распрямляются. Не знаю, в чем проблема. Новенькие листики вроде бы относительно нового роста. Вот они в хорошем состоянии. Она также с этого нового роста в прошлом году не процвела. Когда молодые росты выросли на половину своей длины и остановились, я сократила полив. Давала полные просушки орхидеи в несколько дней. Но, тем не менее, цветение так и не настало. Не хочется прозевать и в этом году цветение. Тем более, что здесь куст довольно приличный. И просто превосходный. Не знаю, очень мне он нравится. Но, вот видите, не цветет. Моя проблема, то, что никак не могу зацвести. Дайте, пожалуйста, ваши советы. Такие. Будет замечательно, если они будут по поводу полива такими простыми. Например, допустим, растут корни, поливаем так. Растут и корни, и рост и поливаем так. Что делать, чтобы она зацвела, как ее поливать. В частности, такие вопросы мне интересуют. И еще отмечу следующее по этой котлее. Это лилия котлея Star Garden. У нее вчера был полив. И бульбочки у нее, видите, все равно вот такие вот сморщенные. Нормально ли это? Вот старые бульбочки. Молодая, хорошая, плотненькая. Она даже не морщится. Но здесь все равно даже молоденькие ростики, самые прошлогодние, все равно немножко сморщились. И на этом буду закругляться. Я буду ждать ваших комментариев под этим видео. Благодарю всех за просмотр. Увидимся в комментариях.